Всем привет! Сейчас я вам покажу видео, которое снял мой видеорегистратор. Скажем так, моя домашняя видеокамера, которая ведёт наблюдение за моим двором. Как вы знаете, у меня во дворе разведён цветничок, такой палисадничек, на который я ежегодно трачу очень-очень много денег и своих трудов. И вот сегодня вдруг случилось такое, что, если честно, я пребываю в каком-то диком шоке. И мне бы хотелось поговорить, а нужны ли уроки патриотизма в наших школах, и что в этих уроках патриотизма должно быть. Я думаю, что нужно проводить уроки патриотизма, но я думаю, что всё-таки нужно осознавать, что на этих уроках будут говорить детям, и какому патриотизму их учить, если происходит вот такое вот, вот в таком вот возрасте. Давайте сначала посмотрим, а потом поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Чтобы вам было понятно, вот этот мальчик, он болтается беспризорным весь день по дворам. У нас возле первого подъезда дома стоит припаркованный автомобиль, такой полубесхозный. Хозяин, конечно, у него есть, но он уже стоит там, по-моему, с прошлой осени этот автомобиль. У него открыты двери. И вот этот мальчик буквально вчера или позавчера, если честно, я точно не помню, в общем, они там лазили в этой машине, я сделала им замечание, что нехорошо залазить в чужую собственность. Вот, но, видимо, мальчику очень не понравилось мое замечание, он мне решил таким вот образом отомстить. Он, конечно, оглядывался по сторонам, если хотите, можете перемотать обратно и посмотреть, он оглядывался по сторонам, чтобы его никто не видел. Просто этот мальчик, он живет другим миром, он редко поднимает голову вверх, чтобы посмотреть на небо и чтобы стремиться к чему-то лучшему. У меня на окне висит табличка, что ведется видеонаблюдение, но ему невдомек. Естественно, все это его злодеяние было зафиксировано на видео. Я сейчас позвонила в полицию, как бы заявила о данном факте, значит, что все зафиксировано на видео, я прошу принять какие-то меры. Вот. С полицей тоже был веселый разговор, конечно, но это отдельная история. Так вот, сейчас поговорим о уроках патриотизма. За последние 30 лет в нашей стране что-то произошло с людьми, с мозгами, с воспитанием. Начиная с детского сада, дети дружат за пачку чипсов, за бутылку лимонада. То есть дружба заканчивается ровно тогда, когда заканчиваются чипсы или бутылка лимонада. Это повсеместно, практически везде так. Есть, конечно, отдельные, где-то какие-то места, где действительно есть дети, которые дружат, прям по-настоящему. Но в основном вся эта дружба, она заключается именно вот в этом вот шкурном интересе. То есть, если у тебя что-то есть, я с тобой дружу. Если у тебя чего-то нет, я с тобой больше не дружу. И вот мы имеем вот таких вот детей. Как вы можете видеть на видео, просто я не поняла. Это дочь моя заметила, что он там творит. Она была на кухне. Я была в комнате. Я накричала на другого ребенка, другой мальчик. Он этого не делал. Я перед ним извинилась. Я хочу это заметить, что если я ругаюсь, когда я бываю неправа, я всегда извиняюсь. С меня не убудет извиниться за то, что я неправа. Так вот, перед мальчиком я извинилась, и он даже помог немножко моей дочке собрать эту землю. А вот этот мальчик, который вот это сделал, как вы можете видеть на видео, он подошел и просто смотрел. То есть у него, у него, в его осознании, в его голове, он даже не понимает, что он сделал. Ну вот он что-то сделал, ну и ладно. Ну и что такого-то? Понимаете, вот этот вот мальчик, вот если кто-то будет тонуть, он никогда не даст руки. Он будет стоять, просто тупо смотреть. Кстати, вы знаете, ведь сейчас начались каникулы, да? И я могу вам сказать, что для того, чтобы в этом году, в очередной раз, погибло достаточное количество детей, они обязательно в этом году утонут в каких-то озерах, реках, морях, вот, заблудятся где-нибудь в лесу, кого-то собьет машина, с кем-то еще что-то случится, потому что дети у нас в основном болтаются беспризорные. А в некоторых случаях даже вроде как при присмотре взрослых они тоже остаются беспризорниками. И вот эти беспризорники, они никак не воспитаны ни в детском саду, ни в школе. Да, это факт. К сожалению, школа в последнее время занимается не тем, чем бы она была должна заниматься. Я вспоминаю свое детство, и вот нам всегда много всего разного. Говорили без всяких уроков патриотизмов, а вообще, в принципе, говорили, как хорошо поступать и как плохо. Вы знаете, а так как я живу в регионе, где тут глобальная масштабная стройка со всякими потоками, портами, какими-то там заводами, пароходами, так вот, вы знаете, буквально на днях, а у нас тут народу поприехавших много, очень много, буквально на днях я тут опять в очередной раз повоевала с квартирантами, которые снимают квартиру у нас в доме. После этого мне пришлось обратиться к участковому, где я четко обозначила, что мне не важно, откуда эти люди приехали, какой они национальности, какое они вероисповедание, все, что я прошу, это не шуметь и не сорить возле подъезда. Это элементарный, простейшие вещи. Буквально дня три назад вот один из таких вот квартирантов, живущих в соседнем подъезде, вот он вышел и пошел в магазин из подъезда. Он идет, харкается, сморкается, плюется, у него это не очень получается, эти сопли, он идет, вытирает об собственные штаны. Вот вы знаете, я никогда себя так не причисляла особо к жителям культурной столицы, потому что, во-первых, живу в области, во-вторых, в третьих, в пятых, десятых мои корни вообще глубоко в центре России, в городе Орле находятся все. но тем не менее, меня в школе учили тому, что для того, чтобы, извините меня, высморкаться-то или еще что-то такое сделать, есть носовой платок. Понимаете? Носовой платок. Но нет, а что об штаны-то не выйти, что не похаркаться, не поплеваться-то налево-направо? Или вот эти вот, знаете, музыкальные шкатулки на колесах. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Это когда вот это едет, или в принципе любая другая музыка. Ну, вы хотите слушать музыку в своем автомобиле? Прекрасно. Закройте окна и слушайте музыку в вашем автомобиле. Вам хочется слушать громко? Ну, для этого изобретены наушники. Слушайте в наушниках музыку. Опять же, такая громкая музыка в автомобиле может стать причиной ДТП. потому что водитель просто тупо не услышит сигнала какого-нибудь, да, крика какого-нибудь. Ну, и в итоге может случиться трагедия какая-нибудь. Но, как бы нам по барабану. Хотя я могу сказать, что в некоторых случаях, когда я людям подходила и говорила, что, вы знаете, что в прошлом веке, в прошлом веке человечество изобрело наушники. наушники. И меня люди понимали, да, и выключали музыку. Такое тоже было. То есть, как бы, надо им было напомнить о том, что вокруг еще есть другие люди. Вы знаете, я буквально вчера, вчера на Ютьюбе услышала одну очень интересную вещь. Оказывается, громкая музыка это очень серьезное правонарушение. Понимаете? Потому что громкая музыка, которая вам мешает жить по тем или иным причинам. Вот вы знаете, это вот я вам все время говорю, что когда вы пишете какое-то заявление, главное правильно сформулировать свои мысли и свои претензии. Там, допустим, если продавцу, да, вот обычно я вас учу этому. Так вот, оказывается, чужая, посторонняя музыка, громкая, она может нарушить ваше личное пространство. Понимаете? А это уже совсем... Это не просто вот вам музыка мешает, а она нарушает, нарушает ваше личное пространство. То есть внедряется ваше личное пространство. И это уже серьезное нарушение. Поэтому вот так вот надо бороться правильно со всякими соседями. Вот. Или вот с этими музыкальными шкатулками. Нарушает ваше пространство. А вот мне музыка мешает. Ну и что? До 11, и что хочу, то и делаю. Ну, я обычно, вы знаете, вот у меня когда тут во дворе что-нибудь такое было вот раньше тут на лавочке, молодежь любила сидеть. До 11, и что хотеть делать? Я говорю, вы знаете, мне до 11 часов очень хочется шашланга поливать воду. Налево, направо, на лавочку. Между прочим, эта лавочка здесь благодаря мне. И мне вот хочется поливать воду. Давайте, я говорю, я буду лить воду, а вы будете делать то же, что хотите до 11. И всем нам будет хорошо. В общем, они меня понимали, правда, не всегда. Когда было, когда было уже за 11, я, конечно же, им устраивала легкий летний дождь. Ну, обычно это летом происходило. Ну, вот, как-то так. Так что, мальчики, девочки, дяденьки, и тетеньки. Вот все как-то так все происходит. Вот такие вот детки у нас растут. Никому не нужные. Никому не нужные. которые способны вот на такое. Сегодня он сделал... То есть, вчера он в чужую машину залез, сегодня он чужую клумбу разворошил, а завтра он еще что-нибудь сотворит. А ему еще, я не знаю, сколько ему лет, этому мальчишке, ну, край, 7-8 лет. А он уже вот, вот, это уже преступник, понимаете? Это уже преступник. Вот так вот. Мне больше нечего сказать. Я, конечно, пребываю вот просто, вы понимаете, в шоке. Вот от такого поведения. Вот так вот умышленно подойти и вот так вот сделать. Ну, я думаю, что родители обязательно отыщут. И я почему-то думаю, что я примерно знаю, из какой он в семье. И там, там вообще, в принципе, всем все по барабану. там это, знаете, даже не хочу ничего говорить. Если это действительно из той семьи, то тут говорить даже не о чем. А если там кто-то другой, ну, я думаю, что с родителями будет проведена беседа, как надо воспитывать своих детей. Хотя, если ребенок вот так вот болтается с утра до вечера, да почти до ночи на улице грязной, чумазой, в этой желтенькой кепочке, ну, о чем еще можно говорить? Ну, кепочка вот эта-то-то. В том плане, что она очень заметная, понимаете? Вот, чтобы его издалека было видно. То есть, все-таки мамка, мамка предусмотрела, что такого шкодливого ребенка надо хоть во что-то светлое и заметное одеть, чтобы под машину не попал. Вот как-то так. Собственно, на этом сегодня все. Как обычно, всем всего хорошего, мира и добра, и пока-пока. Редактор субтитров, Продолжение следует...